В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. И в горах местами 10-15. В черкесске кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла. И далее об основных событиях в республике. Карачаевский городской округ и три района республики Дагестан подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Это стало возможным в ходе визита делегации во главе с мэром Карачаевска Альбертом Дутаевым в соседнюю республику. В МВД прошло мероприятие, в ходе которого провели соответствие условий предоставления госуслуг установленным стандартом качества, а также содержание информационных стендов, находящихся в доступных гражданам местах. В 9-й гимназии Черкеска школьникам рассказали про IT-технологии. Эта область в последнее время развивается очень активно. Поэтому самые перспективные рабочие места и планы на будущее с высшим образованием и карьерой связывают именно с информационными технологиями. Карачаева Черкесия приняла второй этап седьмого открытого кубка СКФО по трофи-спринту. В течение двух дней лучшие джиперы Северного Кавказа и ЮФО соревновались на время в мастерстве по преодолению бездорожья. На треках есть как скоростные участки, так и с естественными препятствиями. На промежутках, где дороги самой нет, но трек продолжается, пилотам помимо внедорожных качеств своих болидов необходимо проявить и собственную выдержку, смекалку, а порой и решительность. Результаты итогов второго этапа подтвердили прогнозы капитана команды Ахмата Барлакова и пилота Роберта Богатырева. В пяти из семи категорий первые места взяли наши джиперы. На втором месте командного зачета клуб из Северной Осетии Владикавказ. Ну а замыкает тройку лидеров команда Чеченской республики Ахмат. Есть скоростные участки, есть тяжелые препятствия, есть водные препятствия, есть рельеф. В общем, мы постарались очень разнообразную трассу написать. Я думаю, что и надеюсь, участникам понравится. Цель, естественно, это развитие автоспорта в общем и в узком направлении, и в нашем. Это привлечение молодежи от влечения молодежи от каких-то негативных вещей. Это спорт, это технический вид спорта, связан с постройкой болидов, с навыками участия. Очень многому человек учится и в техническом плане, и в физическом, моральном плане. Человек очень должен быть незаурядным, чтобы выигрывать именно в данном виде автоспорта. Не каждому даются победы. Наша команда считается одной из сильнейших на юге России и не только. Так что, надеюсь, в этот раз тоже спортсмены выступят нормально, достойно и с хорошим результатом. Нас всего шесть машин, но записали пять сильнейших. Надеемся. Аллаха отца выиграем. Потенциал те, которые готовы рвать и побеждать. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова